Вы знаете, что в воскресенье, послезавтра будет Пасха Христова? Ну да, да, знаю, конечно. А я на вас гляжу, вы, наверное, маляром работаете? Нет, я музыкант. А я гляжу, на вас какой-то зеленой краской кто-то палил у вас сверху? Нет, я сам, я сам, наверное, захотел. О, а что ж так? Это Христос запрещает, потому что тело наше – это храм Божий. Храм, да? Ну, не знаю, а как же свобода выбора, как же… Ну, это в этой жизни, свобода в рабстве. Какая же это свобода? Свобода делает безобразие. Это тело наше. Вот у меня 80 лет, еще даже на полсантиметра нет никакой. Жизнь поставит свои пятна. Это не надо, это никого тебе привлечешь. А в кровь у тебя все это всасывается. Это вредно для сердца. Не знаю, на самом деле я читал много про это, и никакого вреда от этого нет, кроме как люди, да, на тебя немного странно будут реагировать. Это, знаете, люди пытаются так. Я вот сидел не один раз, в пяти тюрьмах пришлось отбывать заверу, заверу сажали на стадо. Ну, а там все колются. Начинаешь говорить, маленько думаешь, а что там, резину пережигают. Ну, что же, вы знаете, вы просто специально нашли такой вот удобный пример, что вот зэки колются, значит, если татуировки есть, значит, ты как-то относишься к зэкам. Но это не так. Татуировка – это вид искусства, и она существует много где, кроме как у зэков. Да это то, я не про зэка просто сказал так. А дело в том, что тело наше называется храмом Божьим. Бог говорит, приду и вселюсь в них. И поэтому храм Божий никто снаружи не будет разрисовывать. Ну, не знаю, я просто считаю, что, ну, я как бы хозяин сам своей судьбы. Эй, нет, тебя Бог создал. Бог создал, юноша. Это не сам себе хозяин. Ты солнца не творил, землю не творил, тело не творил, глаза не творил. Ничего нашего нету. Почему вы так уверены, что вот именно такая версия создания мира, что именно Господь, и именно еще не просто Господь, а именно Христос, именно вот христианская религия, именно она верная. Почему вот вы так решили? Вы не задумывались о том, что… Вот потому что написано тут, во-первых, раз, а во-вторых, я молюсь и получаю ответ. У нас Спаситель. Христос. Извините, вот вас перебью, вот представьте, если бы вы родились не в России, а просто родились бы, допустим, ну, чисто случайно, да, как бы, ну, не знаю, там, где-нибудь в Америке, может быть, где-нибудь в Китае, да, и вы были бы совершенно другой верой. Нет, не был бы. То есть вы бы верили в то, что, во что верят там? Вот я вам скажу сейчас, с детства я родился в старообрядческой беспоповской семье, Кержаки называется. Ну, это приток Волги, Керженис. От Никона, когда бежали, это, ну, Николай Достоль, режиссера «Раскол», 20 серий есть такая, такой фильм серийный, «Раскол». Я вообще ничего из этого не знаю. Ну, вот, я, ну, сейчас я скажу, если, потом, чтобы вы не ушли, попутно скажу, у нас большой канал, называется «Во свете Библии». 15 тысяч роликов у нас. Ну, честно сказать, мне гораздо интереснее с вами пообщаться. А вот смотрите, ну, вы потом вспомните. И вот теперь, я ничего не знал, слова и Библии у нас не было, но мать сказала, в пионеры не вступай, там то другое, с женщинами там нельзя иметь дело, воровать нельзя, материться. Я еще ни одному матерка не сказал, но 80 лет. Это большое. Не верю. Ну, вот не верите, слушайте. Лев Толстой говорит, ему 80 уже, кажется, 4 года было. Он говорит, половина, что есть во мне, я получил до 4-летнего возраста. И он прав абсолютно. До 4-летнего? До 4-х лет. До 4-х лет половина того, что я имею 84 года. Писатель всемирный. Так вот, когда я отслужил в армии, после армии, 23 года уже мне было. Я впервые встретил Евангелие, Библию. А работаю на корабле, учусь в мореходном училище. Я здоровый, крепкий, у меня деньги, у меня все есть. Но в душе нет мира. Нет. Зачем я живу? Я умру. Что дальше? Вы просто не знали, куда вам идти, вы не знали, кем вы хотите быть. Я знал, кем хочу быть. Я с детства знал, кем. Я террористом хотел быть. Как это? Да так. Коммунистов резать, убивать. Что они сделали? Я это знал уже от отца. Не просто так. Я готовился к этому. Я себя резал, колол. У вас в длину тяжелая была. У меня ружья везде понатыканы, собака. Меня живьем взять нельзя было. А в армии, когда я был, стал приходить уже в чувство. Добровольство в Алжир. Я везде лез, чтобы вырваться оттуда. Вот вам и ответ. Вот посмотрите, у вас очень такая жизнь, но нелегкая была. И мне кажется, неспроста вы пришли к Богу. Это нет. Теперь-то я уже вышел. Теперь я из армии возвратился. Я совершенно отдельно. У меня все есть. А в душе нет мира. Это нельзя сделать. А я учусь... Как понять? Я не понимаю. Как это вот с душе нет мира? Можете более каким-то конкретным... Я скажу вам, как конкретно. Вот. В школе у нас не было иностранного языка. А когда я учился в техникуме строительном... Ну, и книги-то я очень много читал. Я говорю, как так? Вот смотрите. Половина там страниц. На французском, на английском. Почему мы-то не знаем? Ну, у нас не было. Они говорят, а у нас было, да ничего не знаем. А ты возьми, да выучи. А мне так нельзя разговаривать. Я сразу же вечером пошел, нашел школьницу. Она была в пятом-шестом классе. А немецкий язык есть. Я уже через полмесяца... Полмесяца, говорю. Через полгода у немцев выступал и говорил проповеди по-немецки самостоятельно. И сразу занялся английским и французским. А сейчас знаете иностранный язык? Английский знаете? Сейчас. 55 лет назад это было. Что знаю-то? В армию пошел когда. Я сразу занялся языками. Радиоделы изучать самостоятельно. У меня все время порыв был вперед. Не просто так. Теперь я учусь в училище после армии. Добиваюсь разрешения высшее мореходное училище. Три курса сдать за один год. По выбору комиссии на одном из иностранных языков. У меня сразу выход за границу. А в душе, что вот я делаю это. А если я умру? Что дальше будет? А дальше я знаю. Там суд Божий будет. Если справедливости нету, какая-то жизнь. А Бог, Иоанн Златоуст говорит, справедливость поставит в другом месте, если ты не веришь в это. Ну как же? Ну как же справедливость? Где же справедливость? А вот ее нету. Нету. Поэтому она будет в другом месте. На суде Божьем. Об этом писал Михаил Юрьевич Лермонтов. Он говорит, но есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону златой мысли и дела он знает наперед. Мы в школе учили, на смерть Пушкина он написал. И вот это мне Господь все положил на сердце. И когда я склонился молиться и дали мне Евангелие, я встал, я на себя гляжу, это другой человек. У меня пошла полоса гонений. Пришлось все оставлять, уйти. Вернулся на плотинские печные работы. Поговорим. Как партизаны все попрятались. А здесь все прятают. Не надо. За нами ничего плохого не числится. Мы открыто стоим. Это боятся те, кто орлеменшики спрятались тут. Или блудили, чтобы 200 рублей не платить за открытие нового сайта. Я причины-то все знаю уже здесь. Уже 80... Если я не ошибаюсь, у вас есть канал. Да, большой. На котором вы выкладываете свою жизнь. Да. Очень-очень интересно. Я даже не ожидал, что я на вас попаду. Честно, я много смотрел ваших видео. 15 тысяч у нас роликов. Обалдеть. Обалдеть. Вот это да. Вот это объем. Сколько же вы снимали лет? Ну сколько это лет? Наверное, 9 лет уже будет скоро. Обалдеть. А как у вас там до сих пор лагерь детский есть? Нет. Теперь мы в другой формат перешли. Потому что там нет возможности работать. Роспотребнадзор. За них полиция. Прокуратура. Все за них. КГБ. Поэтому я его расформировал. А на какой формат перешли? Мы купили несколько домов. И теперь в домах люди вместе с родителями живут. Они в самом лагере. А тот же самый распорядок. Все так же. А, то есть приезжают в семьи, что ли, это? Да. Очень интересно. Так же купаются, так же работают, так же в церковь ходят. Ну ничего не... Так же подъемы всех одинаково в 5 утра. Ясно. А Никита, Никита где? Уехал на Украину. А он с Украины? Да. Борисполь город. Ясно. А надолго уехал? Он уезжал, потом приезжал вроде. Не знаю, не слышал. Ясно. А что уехал? Ну что-то там было. Я в городе был, а он в деревне. Какой-то там конфликт у него получился. А, то есть он из-за конфликта уехал. Так, в принципе, не хотел уезжать. Да, ну получилось так, что он начал что-то там... Сделался одновременно, не вхожим, ни к кому. Даже во двор запретили приходить. А, вот оно что. Да, что-то там напал. Напал он так на женщин в церкви. Вот такое дело-то. Но он думает, что прав. Ну ему разъяснили. Ты не только не прав, а ты хам. Люди, которые старше тебя, насколько... И ты начал им дерзости говорить. Ясно, ясно. Очень интересно вы живете. Да. Очень интересно. Ну, открыто. Мы ничего не склеиваем. А вот как есть и показан. Вот особенно у нас длительная была поездка с книгами, которые Бог позволил мне издать. И повезли мы их. Я решил так, с Божьей помощью, подарить библиотекам. И прошли от Барнаула, вот мы живем в Барнауле, до Владивостока, Тихий океан. С нами собака была, искупалась там. А потом дошли до Лиссабона, в Тихом океане, в Атлантическом. Прошли в Скандинавию, Прибалтику, Север. 650 городов и везде дарил полный комплект. А полный комплект 38 томов. Стоит это 350 евро. Вот умножай теперь. Как вы все это транспортировали-то? Как говорите? Как транспортировали все? Перевозили как? Ну как? Мы сначала границы забрасывали контейнера, там 4-5 тонн книг. А туда мы из-за границы возвращались, это ставка у нас была. И набирали, на неделю уходили. На неделю уходили, а у нас хватало. Это должно быть 250 пунктов. Ну это там, не выскажешь. Вот когда мы на Восток ехали, у нас ежедневно получалось 1030 километров. Ложились мы в 10 вечера, подъем в 2 часа ночи. Молодец. Да, и вот мы два благовестника, шофер дальнобойщик и собака охраняла. Мы могли спокойно отдыхать. И собака после поездки стала чемпионом России на выставке. Я дорогой сеть занимался, и он кинолог профессиональный у ней. Ясно. Вот деревню православную строим. 21 тысяча сел разрушенные, никому не нужно дело. А мы взяли землю, зарегистрировали, все. Начали храм строить, дороги, все сами делаем. Я у вас в роликах храм не видел почему-то. Храм? А он где вы не видели? Здесь или в городе? Это сказать, в деревне? В роликах, в роликах, в видео. О, это много раз показывается. Как приезжает митрополит, и все это показано с куполом. Просто вы не натолкнулись. Мы его часто показываем. Скорее всего, да. Да, очень интересно. Сил вам, конечно, сил огромных. Ну, Господь, мы на Бога надеемся. Сейчас вот послезавтра праздник Пасхи, уже готовимся. Да, 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 мы тоже. Вот даже в окрестностях нашей деревни, которые строим, мы раздали более 30 тысяч евангелий. А как печатаете-то? Это же столько... А никак, это напечатано уже берем. Ну, там где-то платили, а где-то подарили. Мы каждое воскресенье выезжали иногда на 9 машинах. И много у вас народу там живет? Народу немного, но так вот бывает, что Господь поспешенствует. То гости приезжают, то... Дело немногочисленности. Господь благоволит, говорит, лучше один праведник, чем тысячи грешников. Знаю. Да и так. У нас сосед, допустим, живет, у него 7 сыновей, все в тюрьме сидят. А у другой... А один сын, всего только один, и он мать на руках носит. Такой хороший врач и прочее. Вот и все. А мать там, она гонимая, везде ее презирают все. Сыновья убийцы. Вот и все. Согласен, согласен полностью с вами, согласен. Даже нечего сказать. Нечего сказать вообще абсолютно. Еще Бога благодарить надо только, что так Он дает все. Мы молимся, и Господь отвечает. Совершенно неожиданно. Помощники появляются. Я не ожидал, конечно, что вас здесь именно встречу. Ну, я уже здесь встретил не одного человека, которые на нашем Ютубе бывают. Не ожидал. Если я вам потребую что-то поговорить в Скайпе, Игнатий Лапкин, зарядите и все. И сразу на меня выйдете. Я один с этой фамилией. Хорошо, спасибо большое. И на весь интернет. Ну, бывают вопросы, не знаете. А я, как здесь профессионал, занимаюсь уже 56 лет. Ясно, ясно. Ладно, всего доброго. Всего хорошего, с Богом. Да, до свидания. Стоя, знаете. Я еще могу вам посоветовать. Грудь закрыть, вот так до горла, как у мусульманок. Потому что это соблазняет людей, и за это отвечать перед Богом придется. Не надо это делать. Потому что все это временное, пустота. Здесь такие пакости творят, смотреть страшно. Мы сюда пришли, чтобы людей познакомить с этой книгой и со Христом. Ну, по-другому, как я говорю, я старше вас, поэтому я заботюсь о вас. Не просто так. Вот у нас никто не красит губы, украшений нет. А вы на наш YouTube-канал зайдете, если... Во свете Библии называется, Игнатий Лапкин. Вы там увидите, как у нас люди одеваются. Это картинка просто. Два платка, они на молении дети, с ними как занятия идут. Они послушные. Никакого хулиганства нету, не говоря уж о куреве. Мы деревню православную строим. И у нас везде надписи. На территории деревни курить запрещается. На территории. И вот уже 27 лет, и никто не закуривает. Когда кто-то желает поселиться, мы говорим, пять качеств. Ни лги, никогда не пить, не курить, не материться, не воровать. Вот тогда говорим. По-божески живут. Вот 27 лет. Сначала храм построили, школу, своими руками все. А в стране 21 тысяча сел разрушено. И как будто никому не надо ничего. Надо работать, Бог благословит. А так, измена, всякая пакость. Надо в храм сходить, помолиться. Очиститься. Да. Потому что если человек живет, не думает о Боге, он ничем не отличается от скотины. Даже хуже. Тут такие дела творят, безобразие. И мы людям говорим об этом, что нельзя этого делать. Потому что за это гнев Божий грядет на Вселенную. Вы очень светлый человек, вам желаю здоровья. Спасибо, Христос. Если вы хотите узнать больше, у нас в Ютубе большой канал. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас там 15 тысяч роликов. Я посмотрю, спасибо. А вы забудете. Надо записать было. Я уже запомнила. У меня память хорошая. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Хорошо. Всего хорошего. С Богом. Вам тоже. В плен сдаешься. Руку поднял. Да. Не, я не сдаюсь. Я так здороваюсь. Здороваюсь. Ну ладно. Вы знаете, что... Откуда? Ниоткуда. Я дома сижу. Не выходил даже на улицу. А. Вы хотите узнать, где я нахожусь? Вопрос правильно ставьте. Да, да. Где нахожусь? Великий праздник будет. Какой? Пасха. Пасха. Христос воскрес. Он был распятый. Воистину воскрес. За наши грехи умер. Чтобы мы жили для праведности. Для Бога. Вот мы людям показываем и спрашиваем. У вас дома такая книга есть? Библии нет. Библии нет у меня. Вот. А что у вас есть? Так, я сам мусульманин. У меня Коран есть. Коран есть? И вы его читаете? Да. Да? Да. Вот такая? Да, похожая. Вот, похожая. Считай, что написано? Нет. У меня баба читает. Еще ни одного за 80 дней не встретил, кто просчитал. Вы такие же дундуки, как наши православные. Церковно-славянские не знают, стоят столбами. Надо на русском считать, чтобы понятно было. У меня же на русском написано. Типа аяты, суты, суры там, вот и все. Ну, когда человек любит Бога, он обязательно будет стараться понять, что Бог хочет от него. Вот мы, допустим, шофер. Если вам дать учить правила движения на японском языке, а что ты прочитаешь-то? Надо, чтобы понимать, куда ехать, как повернуть. Так и в Царство Небесное. Это не просто по улице пройтись.